Песня о любимой стране Песня о любимой стране Песня о любимой стране В парке Толстого собрались тысячи людей. Поздравил жителей с Днем России и лично глава ХИМОК Дмитрий Волошин. Каждый из нас делает безусловный вклад в развитие нашего государства. И очень важно, чтобы мы были с вами едиными, сплоченными. И в этом случае мы преодолеем все трудности. Удачи вам, благополучия вам, вашим семьям и вашим близким. С праздником! Среди почетных гостей и депутат Московской областной думы Михаил Раев. Он также обратился к жителям со словами поздравления. Я сегодня хотел бы поздравить великий народ, великой страны с великим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия, скорейшего мира на новых территориях. В праздничный день в парке Толстого работали более 10 интерактивных площадок. Самые юные химчане с удовольствием делали аквагрим и участвовали в мастер-классах. Дети плели бусы, браслеты и раскрашивали деревянные фигурки. Ничего себе! Ничего себе! Безенку хочешь? Разрисовываете? Да, ну давай, прекрасно. И ложку сами разрисовали? Да, смотрите, как красиво. Ничего себе! Покажи, какая красивая у тебя получилась. Класс вообще! Здесь юные художники и школы искусств в честь Дня России они вышли на пленэр, чтобы с натуры изобразить парк Толстого и передать праздничную атмосферу. Для нас это очень важно, показать, что мы любим свою родину, что мы помним те места, в которых выросли. Поэтому мы пришли их нарисовать с нашей школой. Россия – это страна, в которой мы родились, это наша любимая страна, без которой мы в принципе не можем, это наша родина. И мы всячески пытаемся показать, что очень ее любим. Расскажи про свой рисунок, что это ты такое нарисовала? Это дача Проскурякова, она находится на Сходне и является довольно важным архитектурным объектом для химов. На празднике любой желающий мог попробовать себя в роли звонаря и узнать об особенностях этой профессии. Колокола часто называют голосом России. Расскажите, что это за музыкальный инструмент и как он работает? Юлиан, это билл, а он же плоский колокол в простонародье, если его брать. Работает он по принципу того, что заменяет по насыщенности звучания колокола более тяжелого веса. Для сравнения, большой билл дает звучание трехтонного колокола. Давайте я начинаю с большого, вы продолжаете тремя маленькими. Держим темп. Центром притяжения всех мальчишек стала историческая кузница. Ребята познакомились с молотом на ковальне и почувствовали себя ремесленниками. Давай. А что вы такое пьюете сейчас? Это однозубая вилка. А для чего она используется? По-разному. Для еды, для письма, для заколки плащей. Универсальная вещь. День России объединил миллионы людей по всей стране. В Химках праздничные гуляния прошли во всех парках. В них приняли участие более пяти тысяч жителей. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова